Неприятные сюрпризы поджидали нас уже в моменте подъезда, собственно, к Казанскому району. Та основная дорога, по которой мы прокладывали маршрут, оказалась подтоплена. Движение там было частично либо полностью перекрыто. Нам пришлось использовать объездные пути. И по итогу мы ехали в Казанский район снимать спецпроект МЧС, автором которого я являюсь. И я четко знал, что там располагается группировка специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России Путюменской области. Я четко знал, что они там занимаются укреплением дамбы. И, собственно, к этой дамбе мы и приехали. И первое мое впечатление, конечно, колоссальное, огромное строение с улицы. Ну, метрах, наверное, в 15 от первой линии домов эта дамба там располагается. По крайней мере, в той точке, куда мы приехали. Посмотрев на нее, я осознал весь объем строения. Ни конца, ни края этой дамбы видно не было. Высота порядка трех метров. Поднявшись на нее, я немножко ужаснулся. Потому что та вода, которая подступала, она была уже практически около кромки этой самой дамбы. И спасатели, представители МЧС экстренно возводили еще один метр с помощью мешков с песком, чтобы все-таки как-то нивелировать дополнительный подъем воды. В этот самый момент там находилась женщина, ну, я не знаю, сотрудница она или нет. Она была в гражданской одежде, скорее всего, местная. Она кормила спасателей по очереди, чтобы просто не прерывать тот самый момент укрепления той самой дамбы. И поскольку я снимал спецпроект, я тоже был по форме. И после того, как она накормила всех, она подошла ко мне и говорит, молодой человек, вы, по-моему, единственный, кто у нас сегодня не ел, возьмите кашу. Я, естественно, отказался, потому что мы туда только приехали, необходимо было снимать материалы. Вот это вот очень сильно запомнилось. Помимо всего прочего, постоянный подвоз песка, постоянно работает техника, постоянно привозят наполненные мешки. Местные жители точно так же подключаются, волонтеры также подключаются. В общем-то, вот это вот сплочение, вот оно, наверное, мне запомнилось больше всего.